здравствуйте дорогие друзья уважаемые мои подписчики на связи дмитрий николаев и мы с вами продолжаем настраивать отстраивать операционную систему windows 8 вот мы уже прошлись по самым таким основным настройкам я вновь и в этом уроке вот вылаживаю все ссылки на предыдущие уроки свои тем кто еще не смотрел желательно смотреть самого первого урока смотреть повторять и делать за мною и тогда вы добьетесь такого же эффекта вот как уже потихоньку добиваюсь я от внешнего вида начиная заканчивая быстродействием системы который мы затронули всего лишь один пункт по быстродействию и я хотел бы еще показать и вместе с вами скачать установить две таких программки известных для быстродействия системы так как по визуальным эффектам я считаю мы уже все нормально сделали изменили кнопку пуск и изменили нашу панель задач вот в таком виде она сейчас выглядит что на мой взгляд очень удобно и все как говорится под рукой и так я уже вот в браузере интернет explorer набрал вот такое green cleaner название этой программы для многих она уже известна для тех которых не известно что это за программа пожалуйста скачивайте и повторяйте все действия настройки за мной значит вот сразу по первой ссылке заходим мы на официальный сайт этой программы и нажимаем на кнопочку скачать значит тут нам предлагают две версии одна бесплатная без вот нескольких возможностей вторая платная которая стоит почти 30 долларов профессиональная скачивать бесплатную версию потому как ее вполне хватает для нужд которых я сейчас покажу для чего она нужна в нашей системе так на любую из трех ссылок ну давайте я на самую первую нажимаю переходим на какой-то сайт для скачивания и уже в этом окне браузера нам предлагает вот вы хотите выполнить и сохранить я выбираю вот нажимаю на стрелочку выбираю сохранить как нажимаю рабочий стол и кнопочку сохранить пошла пошло скачивание файла файл уже скачался сейчас выполняется проверка безопасности вот завершено все можно закрывать окно для скачивания вот наша программа которая скачалась бесплатная версия давайте ее установим два раза по ней щелкаем мышкой тут выбираем русский язык нажимаем далее значит для нее если необходимо читайте лицензионное соглашение я нажимаю далее значит тут я снимаю галочки создать на рабочем меню пуск автоматически проверять обновление иск и все остальное пусть стоят все четыре галочки нажимаем далее так это я у меня пока не нужно браузер я буду позже устанавливать и панели инструментов тем более снимаю обе галочки далее установить вернее устанавливается программа сразу проходит проверка обновления я вижу в принципе можно эту галочку снять или запускать нашу программу вот мы видим программа запустилась давайте разверну на все окно и сразу давайте перейдем в настройки вот на эту шестереночку нажав и вверху выбираем настройки значит тут мы выбираем выполнить очистку при запуске компьютера вот эти пункты уже добавленном в корзину автоматически проверять обновление и принципе на этом все тут все теперь переходим во вкладку дополнительно значит я снимаю галочки удалять из папки темп которые файлы старше 24 часов все остальное закрывать ставим галочку программу после очистки запрашивать создание резервных копий не нужно снимаем галочку сворачивать программу в области уведомлений ставим галочку значит и в принципе скрывать предупреждение ставим галочку принципе тут все тут не надо нажимать кнопку применить или окей наши все действия и так запоминается ну в принципе вот и все что можно закрыть программу и вот если правой кнопочкой щелкнуть теперь по корзине мы видим что у нас образовались в корзине два пункта запустить и открыть если мы откроем его ее вернее программу то выводят все настройки программы в которой есть очистка тут можно выбрать тут пока все программы которые стоит системе она показывает галочками установленными что очищать как мы назначили при запуске операционной системы в принципе все нормально пусть так и все стоит если нажать на кнопочку сейчас анализ происходит анализ временных файлов как браузера так и самой операционной системы пока происходит анализ я нажму на паузу и так мы видим что за 38 секунд прошел анализ будет очищена примерно 76 мегабайт показано вот каких из каких приложений будут очистены эти мегабайты вот тут все показано в принципе можно уже нажать на кнопку очистка поставить галочку больше не спрашивать не показывать это сообщение и нажать окей в это все будет происходить как мы установили в фоновом режиме при запуске каждом запуске windows видите программа закрылась так как мы это установили в настройках давайте еще раз ее откроем так это очистили теперь можно поиск реестра проблем поискать если есть таковые нажимаем поиск видим уже начинается некоторые обнаруженные проблемы быть я сейчас опять ставлю на паузу так мы видим что прошла проверка немного у нас тут ошибок в реестре можно нажимать исправить и исправить отмеченные я очень смело все делаю в этой программе и с реестром и со всякими очистками так как я ее пользуюсь уже не один год поэтому очень все надежно и все нормально происходит никогда из-за нее у меня не возникало проблем с операционной системой то есть она что-то удаляла важные какие-то файлы или исправляла какие-то неправильно ошибки в реестре поэтому все всегда было просто замечательно значит исправлено 16 из 16 закрыть значит это все будет происходить при загрузке самой операционной системы я еще раз повторяю поэтому вам не нужно беспокоиться каждый раз нажимать на очистку каждый раз нажимать на реестр все это будет происходить при загрузке системы просто как говорится установили и забыли все ненужная она удалит все ошибочная как говорится она исправит поэтому очень хорошая программа давайте еще перейдем настроечку вот такую сервис называется что тут тут у нас тоже можно очень удобно удалять программы прямо с нее то есть если нам надо например удалить программу мы ее выделяем и нажимаем до инсталляции автозагрузка можно посмотреть что сейчас идет в автозагрузке мы видим что установилась уже сама программа в автозагрузке установилась вот это регулятор громкости а потом бокс трей а это от виртуальной машины и вот тоже от регулятора громкости тоже установилась еще одно что-то почему-то два как бы одинаковых я смотрю поэтому вот просто абсолютно одинаковых я одно могу ну или удалить ну а на всякий случай лучше выключить это значит мы отключили тем более я вижу что она вот запущены нормально работает вот я колесиком мышки проверяю регулятор громкости поэтому я одно отключил если будет что-то не то может это например связано с вот этим значком в системном трее а это может быть связано с вот этим регулятором я сейчас точно сказать не могу но на всякий случай я одно отключил при перезагрузке системы уже будет видно если будет необходимость я ее просто выделю и нажму кнопку включить автозагрузкой тут управлять тоже очень удобно также помимо windows автозагрузка и интернет-эксплойеры запланированные какие-то задачи вот мы видим что запланированные задачи это при загрузке системы чтобы вот наша вот эта программа очищала систему то что мы назначили все я на нее нажимаю на крестика говорится выхожу с нее и всегда я ее могу возобновить если она запустить вызываю команду значит она запускается и начинает очищать если открыть она открывается и вы примеру удаляем такую ненужную программу и так далее всем рекомендую эту программу не так она работает для как быстродействие системы как скажем чистильщик системы вот тем самым конечно и параллельно отражая и быстродействие ее вот очень удобно ничего с ней делать не надо все она делает по новом режиме при загрузке windows вот тут будет такая как бы метелочка с красным полоской и будет показаны проценты которые будет отображать сколько процентов осталось до конца очистки всем спасибо что смотрите мое видео спасибо что подписываетесь на мой канал всегда рады на связи был дмитрий николаев понравился урок ставьте лайк до скорых встреч